Спасибо за такое неожиданное представление. Конечно, жизнь врача – это не жизнь среди львов. И, слава богу, наши больные просто нормальные люди. И большинство из них, по счастью, на сегодняшний день выздоравливают. И вообще становятся просто здоровыми людьми. Я, конечно, согласна с Вадимом Вадимовичем, что когда я пришла работать, это было совсем не так. И действительно, это был достаточно тяжелый крест, когда вы лечите больного, получаете эффект, а потом, в конце концов, вы присутствуете в финале через несколько лет. По счастью, сейчас это уже не так. И большинство наших больных проживают полноценную нормальную жизнь. Но это преамбула. А вот то, что мы будем сегодня обсуждать, вот сейчас такое время. Мы фактически присутствуем при начале новой эры в лечении лимфомы Ходжкина. И для того, чтобы нам понимать, как нам лечить больных, как нам подбирать терапию к конкретному больному, нам надо понимать азы диагностики. Причем нам, клиницистам. Потому что наши сегодняшние специалисты по ПЭТ-диагностике далеко не всегда понимают, как нужно для врача, для клинициста описать то, что они видят на ПЭТ-скане, и для чего это нужно. Потому что только при лимфоме Ходжкина на сегодняшний день есть эти позиции, по которым мы можем не только выбирать стартовую терапию, но и в процессе лечения корректировать терапию для больных по результатам ПЭТ. Поэтому на сегодняшний день клиницисту, как ни странно, необходимо, во-первых, понимать и уметь читать ПЭТ-сканы, хотя бы на бумажном их изложении. А во-вторых, на нас, к сожалению, я с этим столкнулась, по крайней мере по Москве, думаю, что по стране то же самое, но за исключением нескольких ПЭТ-центров, когда практически клиницисту приходится объяснять специалисту ПЭТ, как нужно представлять... Как специалист ПЭТ должен представлять данные ПЭТ-сканы? Итак, что сегодня нам необходимо знать о ПЭТ нам, как клиницистам? Почему сегодня ПЭТ имеет такое большое значение в терапии классической лимфомы Ходжкина? Потому что классическая лимфома Ходжкина... Мы сегодня обсуждаем только классическую лимфому Ходжкина. Мы не обсуждаем надулярную с лимфоидным преобладанием. Это другая болезнь. Классическая лимфома Ходжкина – это единственная опухоль, при которой доказано прогностическое значение ПЭТ и возможность использования метода для выбора и коррекции терапии. Почему это так? Потому что именно при ПЭТ очень высокая точность результатов ПЭТ с фтородиоксиглюкозой, которая отмечается как при диагностике, так и на всех этапах лечения классической лимфомы Ходжкина. Почему? Потому что фтородиоксиглюкозу накапливают не только клетки Березовского-Штерберга, которых всего 10% в опухоли, но и клетки Ходжкина, а также реактивное полиморфно-клеточное окружение. И при ответе на лечение все эти клетки становятся метаболически неактивными. Итак, где мы используем сегодня ПЭТ у больных в клинической практике? Это сегодня в клинической практике, это не исследовательские протоколы. Итак, на первой линии перед началом лечения, второе исследование перед третьим циклом химиотерапии после двух циклов и непосредственно перед третьим, за 1-2 дня до начала третьего цикла лечения. Для оценки эффективности химиотерапии и принятия решения о проведении лучевой терапии. После лучевой терапии ПЭТ выполняется не ранее, чем через 3 месяца после лучевой терапии. Вы должны дождаться стихания лучевой реакции, иначе у вас результаты ПЭТ будут неадекватными. И никогда не показано, да, ПЭТ еще используется у нас и на второй линии, как перед началом лечения, так и для решения вопроса о проведении высокодозной химиотерапии. И никогда ПЭТ не выполняется при наблюдении после окончания лечения, потому что шанс выявить рецидив по результатам ПЭТ менее 20%. Из 80% вы увидите совершенно другие вещи, воспаление, другие заболевания, и вы не можете адекватно оценить, есть у вас рецидив или нет у вас рецидива. Итак, ПЭТ перед началом лечения. Что нам надо об этом знать? Прогностическое значение негативных результатов ПЭТ перед началом лечения стремится к 100% и остается таким же значимым до конца лечения. Что нельзя сказать о позитивных результатах ПЭТ? Потому что если перед началом лечения позитивные результаты ПЭТ столь же диагностически значимы почти в 100%, то с увеличением интенсивности терапии и с увеличением ее объема терапии значимость позитивных результатов ПЭТ существенно снижается. Почему нужно делать ПЭТ или ПЭТ-КТ до начала лечения? ПЭТ-1. Потому что это наиболее точный метод определения всех зон поражения. И в первую очередь ПЭТ позволяет определить органные поражения. Из более, ну почти с 1200 больных в исследовании РАТЛ у ПЭТ выявила, ПЭТ изменила стадию в сторону увеличения у 117. И при этом большинство, в большинстве случаев это были органные поражения. 77% чаще всего поражения костного мозга, потому что поражение костного мозга при классической лимфоме Ходжкина, так же, как и при лимфоме Ходжкина, при множественной меломе имеет очаговый характер, в отличие от многих других лимфом. Кроме того, ПЭТ позволяет увидеть пораженные лимфатические узлы небольших размеров, практически нормальных, которые по КТ принимаются как нормальными. Поэтому в 23% случаев ПЭТ позволило повысить стадию за счет увеличения, за счет выявления поражения лимфатических узлов. Вот ПЭТ показывает очень высокую точность при диагностике диффузного поражения органов. Вот мы видим здесь по данным КТ гепатеспленомегалию. Нам трудно определить, есть здесь специфическое поражение или нет, по крайней мере в печени, потому что печень может быть диффузно увеличена при больших размерах средостения и при поражении селезенки. И по данным ПЭТ мы можем уточнить, действительно, что поражения печени в данной ситуации нет. Есть только поражение селезенки и поражение лимфатических узлов средостения. А увеличение печени, оно фактически является реактивным. ПЭТ-КТ для определения распространенности лимфомы Ходчкина необходимы для последующего планирования лучевой терапии, потому что по результатам ПЭТ до начала лечения у 30-70% больных лимфомами меняется конфигурация и количество полей облучения по сравнению с данными КТ, если вы первичную диагностику проводили по данным КТ. И вот то, что сейчас, наконец, признано, что высокая точность ПЭТ в диагностике поражения костного мозга. Это протокол, немецкие протоколы 16, 17 и 18, более 800 больных, которым выполнена трепанобиопсия костного мозга и ПЭТ. И из 703 ПЭТ-негативных больных трепанобиопсия выявила поражение костного мозга только у одного больного, а подтвердила позитивные результаты ПЭТ только у 19 из 129 больных. Причем это не одно исследование. Таких исследований несколько, я только привожу последние, на основании которого сделаны окончательные выводы. Таким образом, чувствительность ПЭТ составляет 99% для костного мозга, а специфичность 100%. Поэтому ПЭТ является надежным методом, я подчеркиваю, для исключения поражения костного мозга при классической лимфоме Ходжкина. И вот на этом основании американские рекомендации НССН и российские клинические рекомендации дают такую вот формулировку. У больных классической лимфомы Ходжкина с первой-второй стадиями выше диафрагмы и отсутствием очагового поражения костного мозга по результатам ПЭТ допустимо не выполнять трепанобиопсию, так как вероятность выявить поражение костного мозга в этой группе больных при выполнении трепанобиопсии из подвздошной кости составляет 0,4%. Для России это один больной в год, не более. И выполнение трепанобиопсии у больных классической лимфомы Ходжкина при первой-второй стадиях выше диафрагмы, я подчеркиваю, выше диафрагмы первая-вторая стадия и негативных результатов ПЭТ, выполнение трепанобиопсии рекомендуется только в случае выявления изменений в клиническом анализе крови, то есть наличие цитопении или тромбоцитоза. Использование ПЭТ перед третьим циклом химиотерапии, то есть оценкой эффективности первых двух циклов лечения. Обратил внимание на важность выполнения ПЭТ именно на этом этапе Галамини и Хатчинс, которые показали, что если больным в распространенном стадии проводится лечение по схеме АБВД, то если ПЭТ на этом этапе было негативным, то выживаемость без прогрессирования пятилетняя достигает 95%, а если позитивным, то с трудом достигает 12%. И выполнять ПЭТ необходимо именно вот здесь, перед накануне третьего цикла химиотерапии, потому что прогностическое значение позитивных результатов ПЭТ прогрессивно снижается с увеличением числа циклов. И если вы выполняете ПЭТ перед четвертым циклом, то есть после трех циклов, вы вдвое снижаете результативность исследования. Поэтому выполнение ПЭТ, если вы не выполнили ПЭТ перед третьим циклом, то есть после двух циклов, то тогда и не делайте его дальше до окончания химиотерапии. Лучше сделайте после окончания химиотерапии для принятия решения о проведении лучевой терапии. Каковы критерии оценки эффективности лечения по результатам ПЭТ сегодня? Оценка эффективности лечения у больных лимфомами при ПЭТ-исследовании может сегодня производиться только по 5-бальной шкале до виль. Почему? Потому что стандартизированное значение поглощения СУФ, которое так любят писать нам наши ПЭТ-диагносты, не может использоваться для оценки эффективности терапии, так как на его значение, на его цифровое значение оказывает существенное влияние очень большое количество факторов, в том числе индивидуальные особенности пациента, то есть его состояние на момент исследования, общее состояние больного, индивидуальный метаболический объем данного индивидуума, обмен, извините, данного индивидуума, насколько больной соблюдал диету при подготовке к исследованию, кроме того, имеют влияние технические параметры, состояние ПЭТ-сканера, старый или новый, его поколение, качество радиофармпрепарата, сколько времени прошло от его наработки и соблюдение режима выполнения исследования, который в современных условиях, к сожалению, не все ПЭТ-центры выдерживают так, как положено. Кроме того, влияют в соблюдении сроков выполнения исследования. Если вы сделали ПЭТ-исследование слишком рано, то есть, например, через неделю, то, как вы видите на этих снимках, вы практически ничего не можете оценить. Вы видите всюду равномерное, одинаковое распределение при увеличении органов и увеличении лимфатических узлов. И как вам это оценивать, вы не можете определить. Поэтому при лечении классической лимфомы Хочкина по схемам АБВД или Биокоп-14, ПЭТ-2 следует выполнять непосредственно перед третьим циклом, то есть за 1-2 дня до начала третьего цикла химиотерапии. Это тоже далеко не все ПЭТ-специалисты понимают. Они относят в исследование, к сожалению. Понимаете, первичный больной может подождать 1-2 дня. Вот этот больной не может подождать здесь лишнюю неделю, потому что мы с вами либо сорвем программу лечения, либо исказим результаты ПЭТ. Оценка эффективности лечения больных лимфомами возможно по критериям Давиль только при сравнении результатов с исходным ПЭТ. Если ПЭТ-1 нет, если у вас не выполнено ПЭТ перед началом лечения, вам не с чем сравнивать. При этом используется пятибальная шкала визуальной оценки. Оказывается, глаз человека улавливает различия, гораздо лучше, чем сегодняшние, я подчеркиваю, сегодняшние методы цифровой оценки. Потому что именно этот метод обеспечивает воспроизводимость и сопоставимость результатов ПЭТ. При этом оценке подлежат только патологические очаги, выявленные при исходной ПЭТ, которая выполнялась до лечения. При отсутствии ПЭТ-данных до начала лечения выполнение ПЭТ-2 после второго цикла не информативно, не направляете больных в это время на исследование. Это абсолютно выброшенные деньги и абсолютно никчемные результаты, которые вы никуда, нигде не сможете использовать. Что такое пятибальная шкала Давиль? Это интерпретация в контексте клинических данных и этапа лечения. Что такое Давиль-1? Давиль-1 – это 1 балл по шкале Давиль. Нет накопления в резидуальной массе. Давиль-2, к сожалению, здесь плоховато видно, но все-таки немножечко вы будете видеть вот в кружочке. Давиль-2 – это... Ой, простите, а почему... Давиль-2 – это накопление больше, чем в средостении. Больше или равно, чем в средостении. Поверьте, что здесь вот чуть-чуть в кружочке там выявляется, здесь, к сожалению, с освещением у нас сложновато. Давиль-3 – это 3 балла. Накопление больше, чем в средостении, но равно или меньше, чем в печени. Здесь видно, это гораздо лучше. Давиль-4 – это накопление больше, чем в печени, но умеренно больше. И Давиль-5 – накопление значительно больше, чем в печени или появление новых очагов. До последнего времени негативными результатами считались Давиль-1 или 2. И Давиль-5 – явно позитивными, Давиль-4 и Давиль-5. Долго обсуждалась проблема, что такое Давиль-3, куда это отнести – в положительные или в отрицательные результаты. Если после окончания лечения довольно давно принято решение, что это негативные результаты, то вот только в октябре прошлого года в Кёльне были представлены вот эти вот протоколы германской группы по изучению лимфомы Ходжкина, которые показали, что Давиль-3 тоже имеет негативное значение, потому что на выживаемость, свободную от неудач лечения, на выживаемость без прогрессирования оказало влияние только значение Давиль-4 после двух циклов химиотерапии. И точно так же было показано в исследовании с распространенными стадиями, что если объединить Давиль-1-2 в группу как с негативными, и Давиль-3-4 в группу как с позитивными результатами, вы видите, различий в выживаемости и свободной от прогрессирования нет. Но если выделить Давиль-4 в отдельную группу, а Давиль-3 присоединить к негативным результатам, то сразу видно, что позитивные результаты оказываются хуже. То есть было принято решение, что вот это исследование подтвердило, что только Давиль-4 имеет негативное прогностическое значение в отношении выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Таким образом, сегодня негативными результатами считаются Давиль-1, Давиль-2 и Давиль-3. Так почему же мы не можем все-таки использовать значение СУФ для оценки эффекта при лимфомах? Вот вам больной, который получил 6 циклов биокоп, 3-я B-стадия и подвздошные лимфоузлы, СУФ в лимфатических узлах 3 и 6. И что это значит? Отсутствие эффекта, частичная ремиссия. Вот мы с вами получаем такого больного, и вот заключение. Нам дают СУФ. Они не дают, нам специалист по ПЭД не дал оценки по критериям Давиль. При этом он пишет, что в печени СУФ 3 и 7. Что это? Но если мы с вами обратимся к визуальной оценке, вот этот вот, где скан представлен всего тела, то мы увидим, вот внимательно присмотритесь, накопление в очаге больше, чем в средостении. Но меньше, чем в печени. Значит, это 3 балла по шкале Бодавиль. То есть у нас негативное значение ПЭД, и у больного на самом деле полная ремиссия. Вот для этого вы должны уметь читать ПЭД-сканы. К сожалению, нам не всегда специалисты по ПЭД нам в этом деле помогают. Так зачем клиницисту знать условия выполнения ПЭД, и зачем уметь читать ПЭД? Потому что решение о выборе программы лечения для классической лимфомы Хочкина принимаем мы, клиницисты, а не специалист по ПЭД. Это наша ответственность. И сегодня наступает эра, когда данные ПЭД для клинициста будут определяющим фактором при выборе терапии классической лимфомы Хочкина, коррекции лечения и оценки его эффективности. Так каково значение ПЭД для ранних стадий? Вот только что прошла конференция в Луган, где наконец-то были подведены итоги последних 20-летних исследований, длительного спора, что лучше АБВД или Биокоп. Так вот, комбинированная химия-лучевая терапия для ранних стадий ПЭД показала, что остается стандартом. Мы не можем выделить группу больных, у которых мы безопасно можем отказаться от лучевой терапии. А вот эскалацию до Биокопа эскалированной перед лучевой терапией следует применять для больных в ранних стадиях. Если ПЭД-2 имеет значение 5, значит, мы вообще не имеем ответа. Или ПЭД-2 имеет значение до ВИЛ-4, то есть частичная ремиссия, но до начала лечения определялся большой метаболический объем опухоли. Поэтому перед лучевой терапией мы должны интенсифицировать химиотерапию. Вот два исследования, которые показали, что мы не можем отказаться от лучевой терапии. Вот нижние кривые – это больные, не получившие лучевой терапии. Долгий спор, что это так незначительно и все, но при оценке, при метаанализе этих исследований все-таки было четко показано преимущество в полихимиотерапии в сочетании с лучевой терапией, потому что частота рецидивов оказалась больше, выживаемость без прогрессирования хуже в группе больных, не получавших лучевую терапию. Поэтому комбинированная терапия для ранних стадий остается стандартом. И еще одно исследование, которое было опубликовано, ну, представлено в Кёльне в прошлой осенью, в октябре, это результаты 16-го германского протокола, который тоже подтвердил эти данные. Почему больные, не получавшие лучевую терапию, у них выживаемость без прогрессивания хуже? Потому что больше прогрессирования, больше ранних рецидивов, больше поздних рецидивов, и рецидивы преимущественно вне облученных зонах. Поэтому на сегодняшний день отказ от лучевой терапии в рамках стандартного комбинированного лечения для ранних стадий приводит к ухудшению контроля над опухолью, в том числе и у ПЭТ-2 негативных больных. ПЭТ-2 негативность при ранних стадиях не повод отказываться от лучевой терапии. Когда мы должны оценивать результаты лечения после лучевой терапии, не раньше, чем через 3 месяца надо дать возможность погаснуть лучевым осложнением. Значение ПЭТ для распространенных стадий. Вот, наконец, сообществом, которое занимается лечением лимфомы Кочкина, было признано, что для распространенных стадий предпочтительно начинать лечение с интенсивных программ БИОКОП, потому что продолжение терапии интенсивными циклами БИОКОП повышает эффективность лечения при позитивных результатах ПЭТ, и деэскалация при негативных результатах ПЭТ-2 сохраняет эффективность программы и позволяет отказаться от лучевой терапии, редуцировать интенсивную программу БИОКОП до программы АБВД или уменьшить число циклов интенсивных БИОКОП. Можем ли мы при распространенных стадиях отказаться от лучевой терапии по результатам ПЭТ после окончания химиотерапии? Вот мы должны выполнить ПЭТ через 2-3 недели после химиотерапии, если мы планируем лучевую терапию. Если мы лучевую терапию не планируем, ПЭТ лучше выполнять через 4-6 недель после окончания химиотерапии. Ну, это вы все знаете, мы много раз обсуждали 15-й протокол германской группы по изучению лимфомы Кочкина. Я только хочу подчеркнуть, что он сделан на 8 циклах БИОКОП-14, а не на 6. 6 циклов недостаточно для этой программы. Так вот, отказ от лучевой терапии возможен, если мы получили полную ремиссию по данным КТ. Если мы получили частичную ремиссию по данным КТ и с полным метаболическим ответом, 4-летняя выживаемость без прогрессирования абсолютно одинаковая, и лучевая терапия проводилась только у больных с ПЭТ-позитивными результатами после окончания химиотерапевтического этапа. Однако, дополнительный дальнейший анализ показал, что есть один нюанс. Если после химиотерапии имеются положительные результаты ПЭТ и сокращение опухоли произошло менее чем на 40%, то эти больные входят в группу риска. Нижняя кривая значительно хуже выживаемость без прогрессирования. Таким образом, при распространенных стадиях лимфомы Кочкина отказ от лучевой консолидации возможен только у больных, получивших интенсивную терапию по программе 6 циклов биокопа, скалированной, или 8 циклов биокоп 14-й и достигших полной или частичной ПЭТ-негативной ремиссии после химиотерапевтического этапа. Группу риска составляют больные, о которых я уже сказала. Что нам дает выполнение для распространенных стадий ПЭТ после двух циклов, то есть перед третьим циклом за 1-2 дня. И тот же Галаминия в 2010 году показал, что если при позитивных результатах в группе с позитивными результатами ПЭТ эскалировать терапию до биокопа, эскалированной, дать еще 4 цикла биокопа, эскалированной, то мы повышаем выживаемость без прогрессирования до 60%. Три последующих исследования подтвердили эти данные, показав абсолютно монотонные результаты. Но германская группа по изучению лимфомы Ходжикина сказала, показала, что если мы начинаем лечение с интенсивной программы, то для ПЭТ-позитивных больных, то есть очень плохой группы, если мы начинаем лечение с интенсивной программы и продолжаем по интенсивным схемам, то пятилетняя выживаемость без прогрессирования на 20% лучше, чем в группе с лучшими исходными данными, начавших лечение по программе АБВД, и потом у которых произошла эскалация терапии. Эти данные подтвердили результаты исследования онкологического научного центра, где тоже использовалась интенсивная программа ЯКОП-14, и при ПЭТ-2 положительных результатах продолжалась интенсивная программа. Вот идею о том, что мы проигрываем судьбу больного в самом начале лечения, еще в начале 2000-х годов выдвинул профессор Диль. То есть мы сразу должны решить, сразу дать больному более интенсивное лечение. При полученных результатах можем тогда деэскалировать, потому что если мы здесь не выиграли, потом мы уже не догоняем никогда. И вот германская группа по изучению лимфомы Кочкина, протокол HD-18, мы тоже его уже обсуждали, проводится два эскалированных цикла биокоп, больные с позитивными результатами ПЭТ-2 получают свои четыре цикла эскалированного биокопа, а больные с негативными результатами рандомизируются на две группы. Те же четыре цикла биокоп или только два цикла биокоп эскалированной. Лучевая терапия проводится только у больных, у кого после окончания химиотерапии была более двух с половиной сантиметров, это в группе ПЭТ-позитивных больных. И вот, пожалуйста, выживаемость без прогрессирования в группе больных, пятилетняя выживаемость без прогрессирования в группе больных, получивших 6-8 циклов биокоп и 4 цикла биокоп с негативными, с ПЭТ-2 негативными результатами, она абсолютно одинакова, а общая выживаемость оказалась даже выше в группе ПЭТ-2 негативных больных, получивших только 4 цикла биокоп, потому что было меньше непосредственной летальной токсичности и поздней летальной токсичности, связанной со вторыми опухолями. И еще одно исследование, которое подтвердило данные германская группа по изучению лимфомы Ходжкина, это протокол ЛИЗа, группы ЛИЗа, где больные рандомизировались на стандартную линию, получавшие 6 циклов биокоп эскалированной, и экспериментальная, где начиналась двумя циклами биокоп, и дальнейшее лечение проводилось в зависимости от результатов ПЭТ. При позитивных результатах ПЭТ продолжался биокоп эскалированный, а при негативных больные переводились на программу АБВД 4 цикла. 84% пациентов в экспериментальной группе были ПЭТ-2 негативными и получили сокращенную программу. И результаты выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости оказались совершенно одинаковыми. То есть у больных ПЭТ-2 негативных мы можем безопасно деэскалировать терапию либо до двух циклов биокоп эскалированной, либо до четырех циклов АБВД. Но я хочу предупредить, пожалуйста, коллеги, прогностическое значение ПЭТ, определенное для терапии первой линии при классической лимфоме Хочкина, не может механически экстраполироваться на другие лимфомы. Прекрасный пример. Первичная медицинальная лимфома. Там это не работает. Роль ПЭТ в принятии решения о выполнении высокодозного этапа. Вот на второй линии мы тоже используем ПЭТ. И ПЭТ перед высокодозной химиотерапией на сегодняшний день показано, что необходимо для того, чтобы выполнить высокодозный этап, надо сделать ПЭТ. Потому что при ПЭТ-негативности как выживаемость без прогрессирования, так и общая выживаемость значительно превосходят результаты, чем если больной пошел на высокодозный этап с ПЭТ-положительными результатами. Но ПЭТ надо выполнить и перед началом лечения, потому что, как показало исследование, терра, то у больных с высоким риском рецидива после высокодозной химиотерапии целесообразно назначать консолидирующее лечение по брентуксимабам, ведатинам. Причем чем больше факторов риска, тем выше эффективность этой программы. И одним из факторов риска рецидива это экстронодальное поражение до трансплантации. То есть экстронодальное поражение, ну да, когда больной начинает вторую линию с экстронодальным поражением. Выполнение ПЭТ перед началом терапии второй линии необходимо для принятия решения о проведении консолидирующей терапии брентуксимабам, ведатинам после аутологичной трансплантации. И применение ПЭТ-адаптированной терапии в клинической практике. Ну как бы выводы. Интексикация терапии, интенсификация терапии по позитивным результатам ПЭТ-2 при проведении программы АБВД позволяет повысить выживаемость до прогрессирования с 12 до 60-70%. Выбор интенсивных программ биокоп и продолжение интенсивной терапии при позитивных результатах ПЭТ-2 у больных с распространенными стадиями повышает выживаемость до прогрессирования с 12 до 90%. При ранних стадиях мы остаемся при своем стандарте при первой линии химио-лучевая терапия для всех больных. При распространенных стадиях отказаться от лучевой терапии только у больных, получивших интенсивные схемы терапии, достигших после химиотерапевтического этапа ПЭТ-негативной ремиссии. Ну, группу риска мы с вами обсудили. Деэскалация интенсивной программы 6 циклов биокопа эскалированной до 4 циклов при негативных результатах ПЭТ-2 высокоэффективно обладает приемлемым профилем токсичности и безопасности, что приводит к дальнейшему улучшению общей выжимаемости. Однако, выполнение этой программы возможно при строгом соблюдении протокола лечения по схеме биокопа эскалированной и наличие квалифицированного ПЭТ-центра. Мы должны получить квалифицированные заключения. С такими заключениями, как мы часто получаем, очень сложно идти на деэскалацию. А деэскалация программы биокопа эскалированной до 4 циклов АВВД по результатам ПЭТ-2 также высокоэффективна, тоже с хорошим профилем безопасности и определяет дальнейшее улучшение общей выживаемости при тех же условиях. При лечении рецидивов решения о проведении высокодозной химиотерапии с аутотрасплантацией следует принимать с учетом результатов ПЭТ. После цитуредуктивного этапа при лечении рецидива выполнения ПЭТ перед началом второй линии целесообразны для уточнения объема поражения, так как решение о назначении брентуксимаба видотина мы принимаем с учетом наличия экстронодального поражения. И у нас наступает эра иммунохимиотерапии, и у нас здесь тоже ПЭТ находит свое место. И что у нас вызывает проблемы? Это иммуноопосредованный ответ, то есть псевдопрогрессия. Из-за специфичности противоопухоли ответа, когда опухолевую ткань у нас инфильтрируется активными иммунными клетками, может сложиться впечатление прогрессирования заболевания в виде роста опухоли или появления новых очагов поражения. Вот это явление известно как псевдопрогрессия. Вот верхняя линия, когда вы видите верхние клеточки, когда опухоль фактически уменьшается в размерах, число опухолевых клеток уменьшается, а объем опухоли как бы увеличивается за счет активированных иммунных клеток. А вот истинная прогрессия идет просто за счет увеличения клеток самой опухоли. Поэтому псевдопрогрессия не означает рост опухолевых клеток, но может быть ошибочно расценивана как прогрессия заболевания. Вот прекрасный пример на примере меланомы, когда на 12 неделе лечения как бы определяется рост опухоли, и только к 16 неделе впервые появляется уменьшение опухолевых узлов. И к 96 неделе мы получаем только полный ответ. И вот такая же картинка, если вот в легочной ткани, когда одна группа лимфоузлов прогрессивно уменьшается, а другие сначала увеличиваются, а потом исчезают. Как отличить? Вот самым главным отличительным признаком это общий статус больного. При прогрессировании состояние, как правило, ухудшается, вы все это знаете. А при псевдопрогрессии состояние либо остается стабильным, но чаще улучшается. Системные симптомы при прогрессии, как правило, нарастают. При псевдопрогрессии не могут оставаться, а часто и уходят. Симптомы увеличения опухоли при прогрессировании они прогрессивно нарастают. А при псевдопрогрессии сначала нарастают, потом исчезают. Поэтому вам надо проявлять терпение. Ну, соответственно, с новыми очагами. И биопсия может показать, если у вас терпения не хватило, можете взять биопсию и увидеть, там есть признаки опухолевого роста или это инфильтрация иммунными клетками. И последнее, что я хочу сказать, это совсем новое. Тотальный метаболический объем опухоли. Что такое тотальный метаболический объем опухоли? Это надо обсчитать по СУФ все опухолевые узлы, где максимальный СУФ более 2,5. Вот вы понимаете, вручную это занимает у врача более 2 часов. Поэтому на сегодняшний день этот метод отсутствия компьютерных программ для подсчета пока не позволяет использовать этот показатель в клинической практике. И как вы видите, вот эти множественные мелкие лимфоузлы по общей своей массе равны вот этой большой опухолевой массе в средостении. Но нам об этом с вами надо знать, потому что компьютерную программу создадут, я думаю, в ближайшее время. И вот вам, пожалуйста, вторая стадия формально, и там, и там вторая стадия. Но низкий опухолевый объем и пятилетняя выживаемость, низкий тотальный метаболический объем опухоли, выживаемость без прогрессирования пятилетний 92%, а высокий 71%. То есть большой общий метаболический объем опухоли, определяемый для лечения, является предвестником плохого прогноза и низкой выживаемости без прогрессирования. Это наше с вами будущее, поэтому мы хотя бы должны об этом знать и немножко готовиться. Благодарю за внимание. Перегрузила информацию. Давай, скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что не все ПЭЦ-центры адекватно оцениваются платы ПЭЦ. С удалением, да. Какая-то вопрос? Пароли явки. О чем? Пароли явки. Куда означать? Ну, я знаю. Четыре центра. Не могу... Вот про Питер ничего не могу сказать, потому что, ну, как-то больные сейчас между Питером и Москвой мало ездят. А вот то, что я точно знаю хорошо, это сердечно-сосудистые Пишневского, это онкоцентр дает, это ПЭЦ-центр на 2-й Тверской, Емской и Воронеж. А у них много центров, одни дают хорошо, другие нет. Понимаете, фактически, к сожалению, приходится звонить, смотреть, кто смотрел, звонить доктору, выяснять, объясняться, и просто... Понимаете, вот дают заключение, значит, вот там пишут СУФ-СУФ-СУФ-СУФ, всюду СУФ-СУФ-СУФ, и в конце заключения ДС-2-4. Что я должна облучать? Понятно. Это стандартный ответ. Вот вам критерий качества центра. Пошел. Классическая лимфома кофе. При этой приняется ПЭЦ, мы 100% достаем. При других формах... Почти 100%. 100% меня ценей не бывает. Другие лимфомы, не лимфомы, а лимфограмматоз, другой вариант. Они недостоверны. Так, лимфограмматоз, другой вариант. Вы имеете надулярное с лимфоидным преобладанием? Ну, простите, это индолентный опухоль, там совершенно другие законы. Другие законы. В связи с этим вопросом. В стандарт диагностики до начала гимнепритетического воздействия входит двусторонняя трепанодиапсия. При данном виде... При каком? При надулярной с лимфоидным преобладанием? Да. Так же, как при всех надулярных лимфомах? То есть при всех индолентных лимфомах? Да. Да, да. Я же вам сказала, что это... Не экстраполируйте на другие лимфомы. Это все касается только этого. Когда я получаю пациента, мы полностью обследуем. Мы сделали ПЭК. Но клейка мы сделали двустороннюю трепанодиапсию. У кого? У больного с... Не, надулярный склероз. Извините, это классическая лимфома Ходжкина. Это надулярный склероз. Это вариант надулярный склероз или надулярное с лимфоидным преобладанием? Вот если надулярное с лимфоидным преобладанием, вы ее ведете, обследуете и ведете так же, как любую другую индолентную лимфому. А классическая лимфома Ходжкина – это не индолентная лимфома. Это агрессивная лимфома, причем индивидуальная. Уже при диффузной Б-клеточной лимфоме вы должны делать трепан, потому что очень часто при совершенно спокойной картине крови у вас будет поражение костного мозга, если вы сделаете из исследований костного мозга. С двух сторон? Ну, желательно, с двух сторон. Это другие болезни. Еще один вариант, ну, не касающийся лимфома Маходжкина, лимфома Ходжкина. Секреция при лимфоме Маходжкина бывают или нет? Чего? Секреция старопроферии. При лимфоме Ходжкина? Как специфичной? Нет. Как специфичной нет. То есть ответ на этот вопрос, да, может быть? Ну, понимаете, там скорее, если у вас моноклональная, не поликлональная, а моноклональная пара, если моноклональная, ищите другую лимфому. То есть не бывает? А чем, чему там другие клетки? Чему там производить? Моноклональная секреция, это не абсолютное исключение. Моноклональная секреция, возможно, у здоровой популяции людей, не имеющей никакой лимфома Ходжкина. Она связана с самыми разными обстоятельствами, не будем сейчас обсуждать, чтобы не тратить время. Обнаружили мы секрецию, при лимфоме Ходжкина. Никто в мире это специально не определяет. Ну, то есть они не соответственно. И соответственно, никто не может ответить на нашу оправду. Является ли обнаружение, если оно произойдет, положительным или отрицательным фактом? Тогда еще следующее. Лимфогранульматоз. Лимфогранульматоз. Давайте все-таки лимфома Ходжкина. Это классическая лимфома. Давайте забудем про лимфогранульматоз. Это не туберкулез. Заром пропустило три года. Теперь на лимфе стоит. Давайте четкий вопрос. Андрей, вы так четко совершенно поставили акценты на двух обстоятельствах. Если, например, не сделано ПЭТ-КТ в дебюте заболевания, то не надо уже делать промежуточные. И второй вопрос. Если прохочет ПЭТ-2, и перед третьим тоже не надо делать заболевания. Но, к сожалению, я вынужден задать этот вопрос в реложительной ситуации. ПЭТ-скан стоит не в каждой больнице. Регионы, где вообще ПЭТ-доступность иманы. Все-таки случаются такие же ситуации. Например, синдром с давлением верхней полной вены. Мы должны начинать химиотерапию сейчас и сейчас, а ПЭТ сломался, и он недоступен. Или еще что-то нет. Все-таки мы получаем какую-то информацию после третьей или второго процесса. Нет, контролируйте. Если не сделали... Нет. ПЭТ-нет. Если не сделали перед началом ПЭТ, делайте контроль по КТ. И делайте ПЭТ по окончании лечения. По окончании химиотерапевтического этапа. Вот там, как в пятнадцатом протоколе, будете принимать решение о лучевой терапии. Вот смотри, Дэскалируя терапию в случае третьей, четвертой стадии на раннем этапе увеличивают среднюю продолжительность жизни. Правильно? Теперь вопрос номер два. Какой процент пациентов с лимфомер Ходжкина на момент диагностики заболевания является ПЭТ-негативным? Ну, менее пяти процентов. То есть, сделав в слепую, первый ПЭТ, после второго курса, мы теоретически в двух, трех, четырех процентах случаях ошибаемся. В остальных мы можем деэскалировать. Но это спекулятивно. Абсолютно спекулятивно. То, что это не нужно делать, понятно. Нужно и так, и так. Но реальная жизнь, как вы сами понимаете, иногда отличается. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо, Елена Андреевна, за очень интересное сообщение. У меня такой вопрос. У больных с остальным на месте лимфом Ходжкина. Если мы применяем эскалированный биопоп, при биопоп 14 делаем после второго цикла ПЭТ-КТ-контрольный, а у нас 5 баллов по шкале долей. Нужно ли у этих пациентов все-таки после четырех циклов еще раз посмотреть ПЭТ-контроль? Почему? Чтобы не провести 6 циклов и не получить прогрессию у этих больных. КТ. Вам достаточно будет КТ. Если вы увидите уменьшение размеров опухоли, вы продолжаете. Если вы видите увеличение или появление новых очагов, вы уходите на трансплантацию. Можно включить вопрос? Елена Андреевна, спасибо за сообщение. Вопрос касается центров с распространенными стадиями. Мы проводим биопоп эскалированный, соответственно, определяем метаболический ответ после второго цикла. И, как мы видим по исследованию ЧД-18, мы можем деэскалировать до четырех циклов. Там не различается без агрессивного желания. Ну, чего-то разница в этом случае должна проводить? Немцы не проводили. Немцы не проводили. Если ПЭТ-2 негативно и 2 эскалированно, они не проводили. Они проводили лучевую терапию только у больных с ПЭТ-2 позитивными результатами. Если после окончания химиотерапии остаточная опухоль была более 2,5 см. И вот можно у вас сказать общий вопрос. Место и роль повторных биопсий в раннем периоде, например, там 2 курса до ВИ-5. И вот в этой точке принятия решения признается пациент, соответственно, резистентом и запускается на большой ток второй линии, или выполняется повторная биопсия именно вот в этой точке. Такие рекомендации существуют. Они как бы в мире звучат. Вот как ваше в этой ситуации? Ну, я бы первая. Я бы сделала биопсию в первую очередь, если вы, так сказать, в первую очередь для того, чтобы посмотреть, а тут ли мальчик? Лимфома Лихочкина. С чем мы имеем дело? С лимфомой Лихочкиной? В принципе, желательно. Если вы не уверены в исходном диагнозе, но если уверены, вы должны продолжать интенсивную программу. Даже про пятерки. По крайней мере, вот эти протоколы выполнены именно так. Продолжение следует...